Мотосезон в самом разгаре. К сожалению, статистика аварии то и дело пополняется ДТП с участием мотоциклов. Большинство с пострадавшими. Есть и летальные случаи. А потому у госавтоинспекции двуколесная техника все лето на особом контроле. Вместе с сотрудниками госавтоинспекции наша съемочная группа отправилась проверять документы у мотоциклистов. С 10 по 16 августа на территории города Бреста и Брестского района проходят рейдовые мероприятия «Колес меньше, опасности больше». Мероприятия направлены на пропаганду безопасности дорожного движения при эксплуатации мотоциклов и мопедов, а также своевременного предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием водителей двухколесных транспортных средств. С начала текущего года на территории города Бреста и Брестского района зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых один человек погиб и пять человек получили травмы различной степени тяжести. Владимир своего двухколесного друга знает о последнего винтика. За рулем мотоцикла вот уже 10 лет и почти каждый день в сезон выбирается на нем в город. Ситуацию на дорогах знает лучше, чем кто-либо. Опасности, говорит мужчина мотоциклистов, поджидают фактически за каждым поворотом. И это не метафора. Водители четырехколесных транспортных средств не обращают внимания на мотоциклистов, хотя у всех включен свет ближний и дальний, то есть все отлично. Они просто не смотрят в зеркала и тем самым происходят такие вот конфликты. Ну, также мотоциклисты превышают порой скоростной режим. Ну, скажем, негодование и тех, и тех, ругаются и те, и те. Лучше бы, конечно, чтобы было все спокойно, мирно, без нарушений. Правил в управлении двухколесным транспортом придерживаются далеко не всем. А если в дело вступает еще не пройденный техосмотр, шансы на аварию возрастают вдвойне. А еще это может стоить водительских прав. И это полбеды. На кону часто стоит жизнь. Все зависит от человека, как он катается, как он вообще ведется на дороге, то есть от его поведения. Я на данный момент, ну да, есть у меня проблемы с техосмотром, не перенес. Но это не столь, как говорится, нарушение, грубо говоря. Я признаю, я признаю это. В целом, те, которые к нам приезжают, тут к владельцам мототранспорта особых нареканий нет. В целом, состояние неплохое. Год выпуска данных транспортных средств в среднем где-то 5-10 лет. Состояние поддерживается в неплохом состоянии, в неплохом виде. Ну, а такие общие вопросы, которые возникают при прохождении техосмотра, ну, это внесение изменений в конструкцию. Где-то меняют оптические элементы фар. К примеру, там меняют источник света на более сильное, что запрещено заводам-изготовителям. Переваривают выхлопные трубы, изменяют конструкцию глушителя, поднимают их вверх, это, соответственно, повышает их шум. В таких случаях мы используем шумомер и проверяем уровень шума данных транспортных средств. Также проверяются полностью приборы освещения сигнализации, тормозная система, рулевое управление. Внимательно относимся к вопросам пассивной безопасности мотоцикла. Тут вопросы такие возникают, как на мотоциклах отсутствует два зеркала заднего вида. На мопедах допустимо одно зеркало с левой стороны, а на мотоциклах, которые развивают скорость более 50 км в час, должно быть установлено два зеркала заднего вида и слева, и справа. Сотрудники ГАИ еще раз напоминают, что ситуация на дороге зависит от каждого из участников дорожного движения. Основными причинами происшествий с участием мотоциклистов все же являются превышение скоростных режимов, нарушение правил маневрирования, а также невнимательность и недисциплинированность самих водителей мототранспортом.